Спинар связан с нетрадиционными методами обучения грамоте. Но я надеюсь, что вы большей частью владеете этими методами. И поэтому моя задача показать, как традиционные методы обогащаются нетрадиционными приемами, методиками работы современными. И с другой стороны, какие методы новые появились в последнее время, и их тоже можно использовать, учитывая их достоинства, плюсы и минусы. Итак, есть определенная классификация методов обучения чтения. И эта классификация сейчас представлена на слайде. Она включает буквенный синтетический метод, звуковой синтетический и аналитический методы, звуковой аналитико-синтетический метод, метод целых слов и слоговой метод. Это два разных метода, но здесь объединены. Метод объяснительного чтения, методы литературно-художественного и воспитательного чтения, а также метод творческого чтения. Сейчас коротко пробежимся по каждой из групп методов и проговорим те новшества, которые на данный момент могут быть использованы, если вы применяете именно эту группу. Итак, первый исторический метод – это буквослагательный метод обучения грамоте. Он самый древний, и он предполагает, что дети сначала заучивают буквы алфавита и их распорядок, как они стоят друг за другом. И потом нанизывается одна буква на другой, и детей учат считать буквы, называя правильное название буквы, а после этого переводить, перекодировать букву в то, как она произносится в звук, и потом сливать эти звуки. Так вот, вот это чтение по верхам предполагает, что ребенок имеет опыт перекодирования вот этих названий букв в звуке, которые буквы обозначают. И получается, что большой период времени уходит на обучение навыку вот этого перекодирования. Раньше на Руси учили в течение трех лет грамоте, и только на четвертый год учили сочетанию метода чтения с методом письма. То есть получается, что вся начальная школа уходила на то, чтобы ребенок научился читать и только потом учился писать. Ну, сейчас на слайде представлены варианты кириллицы знаменитой, то есть это алфавит, как он назывался, и как раз вы видите, что перевод этого алфавита, если мы сочетаем те же самые буквы друг с другом, ну, например, нужно нам прочитать «мама», и ребенок должен читать «мыслите» и «ас», «мыслите» и «ас», и только после этого «ма-а-ма-а-мама». И получается, что сам процесс обучения чтения, они только длительные, он предполагает, что есть очень сильная мотивация научиться читать. Если эта мотивация есть, тогда ребенку открываются вот те тайны, которые стоят за темологией слова. Условно говоря, каждый звук, каждая буква, он имеет определенное семантическое значение, и вот это значение, оно закодировано в самом названии. Есть буквы, которые имеют высокие значения, стили, другие буквы имеют более низкие значения, и получается, что те слова, которые включают эти буквы, они несут дополнительную семантику. Обычно вот эти вещи изучаются во время обучения старославянского алфавита, хирелицы, и дети учатся извлекать вот эти смыслы из слов. Ну, например, радуга, так как она начинается с «ра», то «рцы» обозначает «речь», «говори». То есть получается, радуга – это послание, которое идет от Бога к человеку. Ну, другими словами, здесь есть своя специфика работы с этим методом, и здесь речь не только о чтении, а речь о смыслах, которые закладываются в Азбуке. Аналогичным методом, в принципе, пользуется сейчас целый ряд интерактивных пособий. В частности, вы сейчас видите одно из пособий – это пособий «Вайтой». Марка Вайнапеля, кстати, здесь видела зарегистрировавшихся, так что можете к нему тоже обращаться. Ну, смысл в том, что тоже дается название букв, их перекодируют дальше в звуки, и с помощью игрового специального демонстрационного материала учат накладывать буквы, и ощупывать их в это время, и складывать из букв слова. При этом есть наборы карточек, которые определенные лексические темы затрагивают, они в основном связаны с темами путешествия. И путешествовать можно в лес, в деревню и так далее. И одновременно из букв складывать слова, которые для детей тоже будут что-то обозначать. Ну, на слайде пример игры вы видите. С этим же методом, с буквослагателем, связана методика Агаркова. Это методика конструирования букв. Она предполагает, что ребенок осваивает методику поэлементного обучения писем. То есть, так же как букослагательный метод при обучении чтению, так же и методика конструирования букв предполагает, что у нас есть конструктор, который включает элементы всех букв. И, собирая из этих элементов, можно собрать ту или иную букву и проговорить, чем она похожа на одну, чем она похожа на другую, чем она отличается от них, какие у нее общие элементы, и какие элементы другие. И получается, что тоже на основе поэлементного анализа здесь подводится к тому, что буквы все похожи, но буквы все разные. Но получается, что вот эта методика конструирования букв является вспомогательной, а не основной. Следующий метод классический – это слоговой синтетический метод. Здесь тоже на первом этапе изучаются буквы, но отличие от предыдущего метода в том, что букве дается не алфавитное название, а удобное для чтения название. Условно говоря, не «с», а «с» или «ся». И на втором этапе изучаются словы. Сначала с одинаковыми гласными, а затем с одинаковыми согласными. И на третьем этапе дети переходят к чтению слов. С опорой на этот метод разработал свою азбуку Лев Николаевич Толстой в свое время. Но с точки зрения новшеств, обратите внимание, хоть и метод традиционный, хоть он и старый, но в нем есть так называемые слоговые поперки, которые Толстой вводил для облегчения навыка формирования, технического навыка, формирования слитного чтения, быстрого чтения, оперативного чтения. И во время этих слоговых попевок дети, читающие их, они меняли только согласные, а гласные оставались. И если кто-то знаком, например, с методом обучения грамоте Зайцева, вот эти слоговые попевки, на самом деле, это выдумка Толстого, которая была перенесена уже в инновационную методику. Но, другими словами, вот эти БА, ВА, ГА, ДА и так далее. Вот это новшество, которое идет из старого метода. Сейчас вы видите кусочек из такого учебника для детей. И видите, как в то время выглядели эти слоговые попевки. Вот вверху они прописаны, здесь еще с ерами, с ерами. Я думаю, что вы понимаете, что вот этот твердый знак, имитация твердого знака, читается как Е. Везде стоит ударение, которое показывает, как меняется смысл вот этого слова, который пока не имеет собственного значения. Но при этом, попадая внутрь слова, он становится частью слова. И слово можно как-то опознать, нарисовать, ввести в предложение. И поэтому у Толстого везде после слоговых попевок идет тренажерные столбики. И у Львова также будут в современных методиках. С этими слогами включенными в слова. Далее идут короткие предложения. И после этого даются предложения более длинные, которые связаны либо с пословицами, либо с афоризмами. И часть этих предложений имеет такой характер, который позволяет вызвать определенные эмоции у детей. Другими словами, например, вот тетя Билла Петю, это совершенно не педагогично читать. Но при этом, когда ребенок это начинает считывать, вычленяя для себя какой-то удивляющий его факт, в том числе не педагогически, те эмоции, которые он испытывает, позволяют мотивировать его на продолжение включения чтения. В принципе, этим и пользовался Льв Николаевич. А сейчас кусочки этого метода, в частности, вот эти слоговые поперки, вы видите, используются в виде специальных трафаретов, слоговых таблиц. И целого ряда пособий. Например, слоговые попивки для обучения техники чтения. Есть пособия и слоги на дороге, вот здесь на слоге они представлены. Более сложный вид таких слоговых попивок предполагает наличие стечений на сочетании слогов. Вы тоже видите материалы, которые сейчас выпускаются, использующие данный метод. Следующий метод. Это аналитический звуковой метод, или метод ЖКТО, метод Золотарева. Он предполагает, что сначала детям показывают целое предложение. Раньше его показывали набранным из букв разрезной азбуки. И педагог читал детям, которые не умели это читать. Затем предложение делилось на слова. И после того, как повторялись эти слова, после наведения указательного жеста педагога на каждое слово, дети уже по памяти в это время читали, в кавычках читали, думали, что читают, но в самом деле запомнили. После этого каждое слово разбивалось на слоги. А затем уже на буквы и на звуки. То есть получается, что плюс данного метода в том, что он показывал, как звук буква соотносится между собой, как они входят в состав слова, как слог входит в состав слова, и как слово входит в состав предложения. И шли они, получается, от целого, от того, к чему привыкли дети, от целого предложения. И звук или буква не выглядело чем-то абстрактным. Оно являлось частью, конструктором, входило в состав этого конструктора, который представлял собой предложение. С точки зрения современной интерпретации данного метода, сейчас считается, что обучать чтению действительно нужно, начиная с демонстрации того, какими в дальнейшем звуковыми и графическими явлениями мы будем пользоваться. Другими словами, детям, например, показывался в этом отношении целая фраза напечатанная, и педагог читает эту фразу по словам, проговаривая те слова, которые он читает. Ну, предположим, машина едет по дороге. Я прочитала, а теперь я разрежу на кусочки. Машина едет по дороге. Сколько здесь кусочков? Значит, на сколько разрежем это предложение? И вот эту длинную полоску дальше разрезают. Машина, тут дырочка, чтобы могли ножницы проехать, разрезаем. Едет, дырочка можем проехать. Па, разрезаем переулок, дороги, разрезали. И получается, что мы получаем несколько слов, в которых внутри можем находить знакомые буквы. И вот эти буквы, в каком смысле знакомые? Детям, может быть, розданы буквы в виде карточек. И они могут находить, какая карточка, где попалась, и закрашивают внутри состава слова. И вот с точки зрения использования данного приема, и он является новшеством на данный момент. Но с точки зрения ассоциации с методом, метод является старым. Кроме того, здесь есть несколько нюансов, которые в рамках данного метода хорошо отрабатываются на уровне нескольких букварей. В частности, букварь, который вы сейчас видите на слайде, это букварь воронковый для учащихся в вспомогательной школе. Не пугайте, что вспомогательный. Букварь на самом деле великолепный. Он позволяет очень хорошо отработать технику чтения. Но при этом то, что отрабатывается, тут же ассоциируется с предложением. И вот это предложение, оно показано, как трансформируется через текст. С другой стороны, очень много текстов и предложений, которые долго держатся на слогах. Ну вот, например, сейчас вы видите варианты, когда тоже идут слоговые попевки условные. Но после этого, даже когда мы переходим на уровень текста, все слова, которые читает ребенок, они даны через строчку, которая, перенос слоговой, который показывает, как слово делится на слогах. И получается, что внутри предложения ребенок все равно знают знакомые слоги из попевки, внутри текста тоже узнают эти же самые слоги. Следующее интересное новшество, прием, на самом деле, это даже технология. Это технология лога ладошки. Она тоже напрямую связана с данным методом. Это технология от Амановой. Она позволяет ребенку освоить динамическую модель слова через движение. Вы сейчас на слайде видите пять ладошек. Эти ладошки означают мягкие звуки согласные, твердые звуки согласные, то есть синий и зеленый. Потом точно так же будет звукобуквенный анализ идти. Обозначают гласные первого ряда. Это красные ладошки. А, О, У, И, Э. И гласные второго ряда. Это розовые ладошки, нежные ладошки, которые делают впереди стоящие согласные мягкие. При этом одна из ладошек может быть помечена восклицательным знаком или каким-то другим символом, колокольчиком, который будет обозначать ударный звук. Так вот, когда ребенка знакомит с динамической моделью слова, его учат соотносить структуру слова, которое анализируется и при этом демонстрируется картинке. Вы сейчас на слайде видите, со спецификой ударов ладошек друг от друга и прикосновения к этим ладошкам. Это очень нравится детям с точки зрения как вертикализации, и не обязательно сидеть в данный момент, а не настоять удобно. А с другой стороны, ассоциации с собственным практическим опытом. Но сейчас покажу пример анализа. Например, если мы говорим о слоге прямом, то ребенок хлопает в ладоши, хлоп, и после этого произносит нужный слог «ма». И, например, чтобы написать в кавычках таким образом вот эти слова «мама», получается два движения. Хлоп, ма, хлоп, ма. Если нам надо показать обратный слог, тогда мы хлопаем, но при этом идет прикосновение одной из ладоней к нужному звуку. В данном случае будет «а», потом «ма» по отдельности хлопнули. Второй вариант. Если нам надо показать слово динамическую модель из двух или трех слогов, но которые при этом меняются между собой согласные по твердости и мягкости, тогда движение будет такое. Внизу хлоп – ли, хлоп – вверху – са. То есть получается, что слово делится на две составные части. Одна внизу идет с мягким согласным, другая вверху идет с твердым согласным. При этом отрабатываются некоторые алфограммы, которые потом пойдут в младшей школе. Например, нам надо написать, создать динамическую модель слова «машина». Будет движение такие «ма», потом нам надо «ши», и вот «ш» будет сверху, а «и» будет снизу. То есть будет «ма», «ши» – перекрест, «на» – наверху. То есть получается, что включаются элементы гимнастики мозга, может быть, знаете такую методику, нейропсихологическая эта методика. И те проблемы, которые могут связаны потом с опознаванием этого слова, как пишущегося через «и» или через «ы» после «ш», эти проблемы снимаются, потому что динамический двигательный стереотеп оказывается закрепленным. Следующий метод – это синтетический звуковой метод. Он разработан Стефанини в начале прошлого века. Он предполагает, что обучение идет в изучении звуков, а не букв. И после того, как ребенок осваивает звук, он ассоциируется, соотносится с буквой, в которой этот звук перекодируется. Далее соединяет буквы в слоги, слоги в слова и так далее. Поэтому он синтетический. К этому методу на данный момент подходит букварь Жуковой и одной и второй. У Натальи, в частности, были идеи, которым потом воспользовалась Олеся. Ну, сейчас вы видите на слайде варианты, которые связаны с движением таким. То есть звук, который прочитывается, он прочитывается через линию, которую ребенок пальчиком проводит. Если нам сейчас нужно перейти к сочетанию вот этого звука А со звуком М, то мы от А тянем дорожку и тянем А до М. Получается так. Ам, ребенок пропел. Ум, пропел. А теперь покороче, быстро бегом научился бегать. Ум, ам, уа, ау. У следующего автора, у Олеси Жуковой, она издала сейчас букварь для будущих отличников. Тоже с опоры на этот метод, вы сейчас видите на слайде. Отрабатываются соединения гласных, согласных с гласными, прямые, обратные. Используются те же самые приемы, которые сейчас были описаны. С другой стороны, вводятся некоторые новые приемы, например, скатывание с горки, а не просто добегание. То есть получается, что идет при этом, можно тренировать накладку на разные виды интонации детей. Ну и посмотрим, как выглядят определенные слайды этого букваря, страниц этого букваря. Тоже используются слоговые поперки. И в то же время используются приемы, связанные с профилактикой нарушений чтения в дальнейшем. И обратите внимание, здесь не сразу даются предложения и словосочетания, а сначала дается интонированное произнесение слоговых рядов. Например, ну-ну-ну. То есть получается, сначала освоили чтение слога, потом повторяющегося чтения слога, а потом дали сверху интонацию. Следующий метод – звуковой аналитико-синтетический способ обучения чтению. Он преобладает у нас в России очень долгое время. Разработан был в Западной Европе и параллельно у нас с Ушинским. Использование данного метода предполагает, что сначала детей учат звуковому анализу слова, затем запись производится этого слова с помощью символов. Ну, обычно это те жетоны зеленого, красного, синего цвета или черного цвета, которые обозначают твердость, мягкость, гласность или согласность. Затем идет чтение в кавычках написанного слова, потом чтение напечатанного слова. Уже символы перекодируются в звуки. И после этого идет синтез, отыскивание знакомых букв и слогов в тексте, чтение и переписывание новых слов с печатной азбуки и составление слов из двух печатной азбуки. То есть метод предполагает, что у ребенка хорошо развита аналитико-синтетическая деятельность и, в принципе, левополушарность. Другими словами, предполагается, что это ребенок, который, осваивая данный метод, очень хорошо владеет как операциями анализа, так и синтеза, так и операциями перекодирования. Но при этом эти операции достаточно долго и формируются. С точки зрения детского сада чаще всего используется этот метод, например, знаменитая методика Журовой, современная. Но с точки зрения школы от этого метода постепенно уходит. То, что касается интерпретации данного метода в современных реалиях, вы сейчас видите кусочек из одного из пособий современных, который называется звукоград, где показано, как буква соотносится со звуками, при этом, получается, для каждой буквы есть свои домики, для согласных, для гласных. И, исходя из вот такой схематизации, строятся определенные схемы городов, звукоградов, изнатоустей и так далее. Именно для того, чтобы можно было в игровой форме обосновать вот эти приемы языкового анализа и синтеза. С этой точки зрения метод сильный, потому что он сильно работает на развитие интеллекта ребенка. Но при этом на данный момент очень мало таких детей, которые выдерживают требования к освоению чтения и письма только благодаря этому методу. Не у всех достаточно развита аналитико-синтетическая деятельность. Даже если мы ее формируем, она все равно страдает. Так вот, например, у Выводской и Верковской есть пособия звукоград, буквоград, золотоустия. И здесь специфика в том, что вот это кодирование букв и звуков происходит ассоциировано с особенностями артикуляции произношения. И здесь нужно понимать, что, например, твердый звук – это не сильный звук, не сильный язык. Это, наоборот, слабый звук и слабый, опускающийся вниз язык. А мягкий звук – это, наоборот, сильный звук и твердый напряженный язык, который поднимается к среднему нюнду. И поэтому ассоциации мягкие, нежные, маленькие не срабатывают, потому что язык действует наоборот. И это касается не только гласных, это касается очень часто и согласных. То есть дети путаются потом в звукобуквенном анализе, если не осознают особенности артикуляции, или взрослые как-то не обыгрывают их. В данном пособии обыгрываются эти особенности, и есть раздаточный материал в индивидуальном виде рабочих тетрадей. Например, сейчас видите веселый переулок, его жители, здесь есть как гласные, так и согласные. Это все звуки, которые произносятся на улыбке. То есть это звуки, которые требуют лобилизации. Следующий переулок – это дразнивок. Предполагается, что во время дразнения язык при этом либо высовывается наружу, либо наоборот заглатывается назад. То есть это получается заднеязычные звуки с точки зрения согласных. Сердитый переулок – это звуки, которые будут, с одной стороны, вызывать гудящие звуки, с другой стороны, и лобилизация будет, вытягивание лоб вперед. А с другой стороны, это звуки, которые шипят. Поэтому сердитый переулок. Провозный переулок, переулок строителей. И получается, что описывая специфику проживания вот этих букв и связанных с ними звуков, ребенок осваивает алфавит и учится потихоньку читать. Коротко сейчас на слайде все группы методов сформированы, описаны в виде классификации. Она выглядит уже не так сложно, как в начале, потому что они между собой оказываются ассоциированы, связаны. Ну, теперь опишем несколько методов, которые продолжают методы обучения грамоте. То есть, когда ребенок уже овладел некоторой техникой чтения, хотя бы по слоговому. Это метод объяснительного чтения. Родоначальником метода был Ушинский. Его задачей было не просто, чтобы ребенок научился складывать все звуки в слоги, а слоги в слова. Задачей было, чтобы ребенок понимал, что он складывал. Чтобы не просто механическое чтение шло, а осмысленное. Поэтому ребенка просили объяснять то, что он делает. На самом деле, знаменитая методика Сесилу Пан, которой сейчас увлекаются родители детей, она как раз опирается на метод объяснительного чтения. Другое дело, что она берет не только от метод объяснительного чтения, а она берет и элементы буквослагательного метода, и элементы аналитико-синтетического метода. Другими словами, эта методика, это комплекс методов, которые объединяются и проигрываются в рамках разных игровых и предметно-практических ситуаций, в которые вовлекаются ребенок. Но при этом, с точки зрения объяснительного метода, посмотрите, как работает в данном случае Сесилу. Она предлагает создавать книги, иллюстрированные книги вместе с ребенком. То есть я читаю не ради того, чтобы научиться читать, а ради того, чтобы понимать, что я читаю и как я могу с помощью этого создавать что-то новое, какой-то творческий продукт. В частности, например, вот здесь показано, как разбирается понятие стул, при этом одновременно считывается и прописывается, это тоже специфика методики Сесиль, одновременно слова и читаются, и пишутся, и при этом идут элементы вот этого звукобуквенного анализа. Но так как это срубежная методика, эти элементы не вполне соотносятся с отечественными традициями. Но точно так же можно мотивировать через метод объяснительного чтения детей, для того, чтобы они читали, через создание игр-ходилок. Вы сейчас видите один из вариантов таких игр, когда разрабатываются ходы в игре, подбирается демонстрационный материал, изготавливается, и дети вместе со взрослым читают и пишут, или просто только читают те задания, которые нужно выполнить во время движения. Бог по этому полю. Ну, в частности, вы видите также другие варианты опредмечивания результатов детского чтения через метод объяснительного чтения. Например, создаются разного рода семейные истории, сказки, когда из печатных букв, например, наклеиваются, подклеиваются подписи, а иллюстрации совершает ребенок вместе с родителями. Ну, вот, например, один из альбомов у нас дети делали. Это альбом «Мы путешествуем по Москве». «Я иду, гуляю по Москве». Там, где мама или папа с ребенком находились, они фотографировались, а потом это описывали, часть текста подписывали родители, часть текста подписывали ребенок. А другой ребенок вот увлекся созданием собственных календарей. Ну, сразу видно, где ребенок писал, где взрослый писал. Но, опять-таки, мы говорим о поддержке, мотивации детского чтения. То есть, ребенок не может в современной долго ждать, как вы раньше ждали, 3 года, пока научатся читать. Он не может долго ждать и прогнозировать, зачем ему вот эти стечения соединения букв или звуков. Ради чего он это делает? Это ради должно быть современным дошкольникам, и младшим школьникам дано сразу же. Для младших школьников с этой точки зрения посоветовала бы методику Бьюзена. Она связана с созданием специальных карт ума. То есть, те понятия, которые мы изучаем, они могут быть связаны с ознакомлением с окружающим, с природоведением и так далее. Вот эти понятия, они кодируются в виде специальной осьминожки, которая рисуется разным цветом, с разными ответвлениями. И при этом, получается, пока ребенок рисует со взрослым такую осьминожку, он одновременно и читает, и пишет. И вот это чтение, оно технически равно замедленному чтению взрослого, потому что взрослый медленно зачитывает, прочитывает, и ребенок повторяет. Но рисуют они одновременно, вместе друг с дружкой. Метод творческого чтения, один из последних методов в нашей группе, это метод, который тоже связан с объяснением прочитанного. Его родоначальником стало Бакумов. Но при этом, вот это объяснение идет через творческие виды деятельности. То есть, ребенок не объясняет то, что он понял, не пытается какие-то иллюстрации создавать или энциклопедии, или по следам путешествия что-то рассказывать. Речь идет не о речи, наоборот. Он пытается речь отразить в виде своих вариантов продуктивной деятельности. Это лепка, рисование, графическое иллюстрирование, аппликация и так далее. С этой точки зрения очень интересный на данный момент личный буквар для детей разработан Лаврентьевый, Ридвинг и Кукушкин. Это личный буквар для детей с расстройствами аутистического спектра. Можно по аналогии делать такие буквари с теми детьми, которые испытывают трудности в основной программе, они не хотят читать, используя обычные методы обучения чтению, нет мотивации. И для этого создается как раз вот такой личный творческий буквар. Вы сейчас на слайде видите, как начинаются такие занятия. Педагог оформляет обложку вместе с ребенком и оставляет окна, линейки для написания слов и подбора соответствующих картинок. И на каждой странице такого букваря осваивается новая буква. При этом, когда взрослый эту букву прописывает, он комментирует, каким образом, из каких элементов он ее складывает. После того, как он ее сложил, описал, как эта буква делается, дальше инициатива переходит к ребенку. Ему нужно обвести эту букву либо по контурам, которые задал педагог, либо по точкам. Может педагог манипулировать рукой ребенка, то есть идет движение рука в руке, рука на руке, рука за руку. И после этого ребенку предлагается обвести такой букварь по трафарету. Липпинг, вы сейчас видите, здесь рекламирует также букварь, который издан в типографском виде, и его можно приобрести. Но при этом, получается, все равно элементы этого букваря должны быть созданы вместе с ребенком. При этом специфика букваря в том, что буква изучается не от А до Я, а от Я. То есть Я, ребенок, меня зовут так-то. Дальше подбираются слова, которые важны для изучения ребенка. Ну, в данном случае, например, Я – это ребенок. Вы видите, как первую строчку пишет и комментирует педагог, потом ребенок, и как это все проявляет. Я наклеивается фотография ребенка, а потом взрослый показывает три варианта позиции этой буквы внутри слова «начало», «середина» и «конец». И вот это «начало», «середина», «конец» подписывается взрослым, ребенок читать еще не умеет. А ребенок находит нужную букву и подчеркивает. Задача ребенка, так как это совместная деятельность, нарисовать то, что он проговаривает вместе со взрослым. При этом взрослый дает выбор, какие слова начинаются с Я, и сам называет эти слова. А ребенок выбирает то, что нужно, необходимый его опыт, потому что это его буква, то есть то, что важно для него. После изучения Я и имени ребенка, их составляющей букв, переходят к маме, папе и знакомятся с буквами МА, ПА, со звуками в данном случае, а не буквами. И ребенку называется звук. И после этого учатся соединять те звуки, которые ребенок уже прошел, с теми звуками, которые новые осваиваются. Ну, сейчас видите, каким образом происходит остальное. Ну, вот до конца ребенок дошел, этот алфавит для себя создал. И, соответственно, вот эта книга, личный букварь, она личностнозначима для ребенка. Здесь нарисовано и написано только то, что для него важно. В данном случае, вот по поводу важного, да, вы видите, что Ю, они решили, что Ю есть в слове Оля. Хотя на самом деле это есть в словоформе. Я люблю Олю. То есть ребенок хочет нарисовать Олю, а в этой Оле нету нужного звука, нужной буквы. Поэтому взрослый предлагает на выбор те словоформы, которые включают в данном случае нужный звук, и предлагает написать предложение, потому что в одном слове, в самом слове, есть предложение, нет этого звука, нет этой буквы. И в итоге ребенок мотивируется к тому, чтобы писать предложение, а не по словам. Чтобы смысл был понятен. Ну, вы сейчас видите, каким образом авторы описывают последовательность работы с данным букварем. Но коротко я его уже охарактеризовала. При этом ребенка инициирует составление текстов небольших по поводу того рисунка, который объединяет смысл всех слов, нарисованных на страничке. В данном случае вы видите такой рассказ, который ребенок сочиняет. Сейчас на слайде внизу он обозначен. То есть ребенок это описывает как, скажем так, свой акт, свой жест при своении данным словам значимости и с какой стати он их включает в этот букварь. Аналогично работают разного рода звуковые картинки, которые включают какие-то конкретные действия детей. В данном случае это будет не рисование, но это будет действие, связанное с музыкальным игровым сопровождением. Ну, такие пособия, я думаю, что практически у каждого педагога, занимающегося грамотой, есть. Из этой же серии в данном методу относятся картинки, когда ребенок читает, одновременно наклеивает картинки из множества, которые предоставлены. И последнее, здесь блок игр, это интерактивные игры, которые предполагают, что смысл слова, которое считывает ребенок, может быть изменено на противоположное или на синонимичное из-за этого смысл всей картинки изменится и смысл рассказа. В данном случае вы видите одно из немецких пособий, которое учит детей читать. Подписаны слова, либо это существительное, либо прилагательное, либо глаголы. И этим они отличаются от отечественных производителей, но чаще всего только существительное подписывают. И при открытии тайного окошка выясняется, что поменялось значение этого слова на противоположное. Ребенок, когда считывает первое слово, у него догадка, прогноз возникает по поводу второго слова, чтобы он понимает, что здесь что-то наоборот будет. Но часто нарисовано так, что художник все равно, у него чувство юмора хорошее, он все равно дает возможность ребенку и посмеяться, и повеселиться, и получается, что по-другому отнестись к тому, что он прочитал. То есть чтение приобретает, или повторное чтение приобретает новый смысл благодаря тому, что по-другому иллюстрируется, чем задумывал ребенок. Но с перечисленными методами связаны методы литераторно-художественного чтения, методы воспитательного чтения. Все не затрагивать их не будем, и перейдем дальше к современной классификации нетрадиционных методов обучения чтения. С традиционными мы с вами разобрались, но что-то я показала. Итак, к нетрадиционным относится метод Марии Монте-Сори, хотя он тоже старый метод, и в принципе очень много внес в методику обучения чтению и обучения письмом. Но на данный момент он, скажем так, не является государственным. Но это связано с тем, что сама программа Марии Монте-Сори, хоть и входит в реестр примерных вариативных программ, но тем не менее не так распространена, как типовые программы, типа от рождения до школы Веракса и Комаровой. Поэтому, скажем так, она нетрадиционная, эта методика, с точки зрения небольшого охвата детей и детских садов. С другой стороны, она нетрадиционная, потому что изначально идет не обучение чтению, а обучение письмам. Сначала детей учат писать, и только потом учат читать. И следующий аспект. Вот это накладывается на великолепно разработанный демонстрационный материал, но проблема в том, что он очень дорого стоит. Вы сейчас на слайде видите комплект, который соответствует разделу «Развитие речи, обучение грамоте в детском саду или русский язык в начальной школе». Оборудование очень дорогостоящее, но элементы этого оборудования чаще всего воспроизводятся практиками самостоятельно, например, когда делаются разного рода наждачные буквы или буквы прокалываются в виде проволочных букв на трафаретах, шивом дырочки произвели, обиваются, а потом связываются ниточками. Получается, ребенок с закрытыми глазами на ощупь может ощупывать букву и глаза потом открывая, ассоциировать тактильные ощущения со зрительными. И вот здесь инновационность метода заключается в том, что Монте-Сори одна из первых предложила объединять зрительно-слуповые ощущения и восприятия, на чем, в принципе, держались всегда методы обучения грамоте, с двигательными, с киноэстетическими, с весовыми, с барическими, то есть с тем весом, который при этом имеет буква. Поэтому буквы большие и маленькие, буквы тяжелые, буквы легкие. Поэтому буквы для ощупывания рукой и буквы для общупывания ногой. И ребенок, получается, все время учится перекодировать одни ощущения и восприятия в другие. Это очень важно для ребенка, у которого отсутствует такая сенсорная интеграция. И поэтому в основном данный метод используется для того, чтобы работать с проблемными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья. Вы сейчас на слайде видите, как ребенок сначала в данном случае обводит букву, ознакомится с буквой, соединяет буквы друг к другу, произносит слово, обводит все слово, вот это шершавое, а потом списывает эту букву на лист бумаги. Бумага при этом может быть еще и прочерчена в виде системы координат, там 6 клеточек, 9 клеточек и так далее. Он по клеточкам повторяет, прям как художники раньше учились. И второй момент, связанный с этой сенсорной интеграцией, после соотнесения с кинестетикой, с движениями и прописыванием букв в виде слова, и это обычно нужно, либо для того, чтобы проиллюстрировать какие-то пособия, в данном случае вы видите, как ребенок делал карточки для того, чтобы они могли быть плоскостные фигуры, соотнесены с объемными фигурами, или плоскостные формы, точнее, были соотнесены с объемными. То есть то, что он делает, становится важным. И очень часто при этом, повторяю, сначала учим писать, потом учим читать. А ребенок уже не читает в данном случае. Он понимает, какое слово он написал, и поэтому потом, видя реальный предмет, он это слово воспроизводит, думая, что он читает. И движение получается обратное. Кодирование из письма, чтение, а потом из чтения в письме. Очень связано с этими киноэстетическими ощущениями и осмыслением того, что читается методика Илюхина «Письмо с секретом». Она тоже связана с письмом. Вы сейчас видите основные элементы этой методики. Детей учат сначала ориентироваться в строчках и делать параллельные палочки или отмерять часть палочек вертикально. И все это в игровой форме, то есть это связано либо с имитацией дождя, либо имитацией рельс и так далее. Но специфика в том, что все это действует по команде. То есть дети действуют по команде в такт. Этот такт задает размер самого письма, каллиграфию письма. После того, как они научились рисовать вертикальные палочки, их знакомят с королевой буквы и показывают, как делать качалочку. Вот эта качалочка – это один из основных элементов при обучении письмом. Илюхина все буквы проанализировала с точки зрения наличия общих элементов, как и в методике конструирования букв. И потом обосновала это в виде перехода одной буквы в другую через наличие секретов, через игровой прием рельсы, игровой прием гнездышка, шалашек и так далее. Вы сейчас видите примеры, когда вот эта королева буквы, например, она имеет вот эту качалочку и может танцевать, как балеринка, в данном случае на одной ноге стоит. Но у этой королевы есть секретик. И этот секретик – это вертикальная палочка, которая закрывает часть элементов буквы «и» с помощью тех рельсов, которые ребенок уже научился рисовать. И в этом секретике селится в шалашике номер. Потом, получается, можно просчитать, сколько шалашек в каждом слове. Сколько гнездышек, это сверху сейчас видите, как гнездышки опознаются. Сколько гнездышек в слове. И получается, что ребенок приобретает средства обратной связи от своего письма. Он понимает, зачем какая закорюка нужна. И не просто опознает закорючку с буквой, как обычно происходит, а он отрабатывает соединение букв одной буквы с друг другом, с другой буквой и при этом в одном ритме, в одном движении. И получается, что благодаря этому он совсем по-другому относится к тому письму, которое совершает. И в течение двух-трех месяцев можно добиться каллиграфического письма. Вы сейчас видите на слайде несколько вариантов превращения одной буквы в другую. В данном случае все идет от «и», потому что она параллельна данного государства, данного царства. И эти превращения описаны в методичке Илюхина, можно ее скачать. Следующие группы методов, они будут больше связаны не с письмом, а с чтением. Но это тоже специфика работы с современными дошкольниками и младшими школьниками. Мы сначала почитаем, чаще всего учить читать, а потом писать. Но, повторяю, это от выбора нашего зависит. Итак, метод глобального чтения на самом деле разработан известным немецким сурдопедагогом Малиш. То есть он разрабатывал для того, чтобы дети, которые имеют нарушение слуха, глухие, могли осваивать письменную речь для того, чтобы общаться с окружающими. И в данном случае этот метод имел название не просто метод глобального чтения, а метод целых слов. Ну, описание специфики метода вы сейчас видите на слайде. Я сейчас хочу пролистать и показать современную интерпретацию метода Малиш. Это методика обучения чтению по домам. Итак, метод глобального чтения дома не принадлежит. Изначально взята другая методика и другой методик. Предполагается, что детям дается большое количество карточек. Эти карточки ассоциированы с лексическими темами. И ребенок, считывая карточки, подбирает к ним предметные картинки. В качестве при этом специфики глобального чтения выступает то, что его не знакомят ни с буквами, ни со звуками. Он видит картинку и понимает, что если на картинке нарисована голова, то значит написана тоже голова. Но при этом у домана нет собственной методики. То есть нет этапности, с чего начинать. Нет деления вот этих слов на существующую градацию в языке. Слова действия, слова признаки и слова предметы. То есть существительные глаголы предлагательные. Детей учат читать только существительные. При этом читать только начальные формы, то есть имительные падежи. И в этом огромный минус методики. С другой стороны, то есть она в искусственных условиях формируется. Но при этом она действительно позволяет научиться глобально схватывать слово в течение пяти секунд, а потом воспроизводить это слово, передвигая пальчиком по вот этому трафарету. То есть имитируя движение пальца и чтение этого слова. И ребенок учится узнавать эти слова, которые в виде трафаретов приложены к окружающему обстановке. Ну например, если изучается лексическая тема мебель, то к каждому виду мебели будут приложены данные карточки. Потом что-то будет изменено и нужно будет истранять ошибки. Например, этапы обучения в кавычках вы сейчас на слайде видите. Но судя по нашей приверженности традиционным методикам, я думаю, что вы понимаете, что это не этапы обучения, это не этапы методики. Это просто переход от одного уровня языкового к другому. Но сама методика, с точки зрения методики обучения здесь не описана. Есть при этом отдельные электронные энциклопедии, которые позволяют не покупать такие большие лексические блоки, а в электронном формате их находить и скачивать. Но здесь минус в том, что для того, чтобы ребенок наконец перешел к чтению предложениями и чтению текстов, проходит очень большое время. То есть ребенок как минимум должен иметь около 2000 слов словать такой. Следующая при этом методика, я очень коротко пробегусь. Вот это действительно методика. Это методика Людмилы Петровны Носковой. Она объединяет глобальный метод чтения и аналитико-синтетический метод. Сейчас просто пробегаем. Посмотрите, как грамотно соотносятся слова, те, которые знакомы ребенку с чтением этих слов. Потом просится отнести, например, справа эти таблички с предметами, которые изображены, подглядывая слева. После этого переходим к варианту, когда слева только называется, и мы подглядываем на общий вид слова. Справа они уже могут быть перепутаны, в другом порядке находиться. Но при этом слова даны односложные, двухсложные, трехсложные. Поэтому, смотрите, получается глобальное чтение идет. Ребенок различает короткое слово, длинное слово, и поэтому ему легче его запомнить. Просто все одинаковые. После этого, сейчас тоже пролистываю, идет перепутаница. То есть слова написаны и соотнесены неправильно. Нужно исправить это. Потом внутри слов могут пропадать какие-то буквы. Нужно, глядя на образец, вставить эти буквы. То есть мы от синтетического чтения, глобального чтения, целыми словами, переходим к побуквенному варианту. Когда какие-то буквы вываливаются, нужно восстановить. Потом, получается, мы от аналитики опять переходим к синтезу и учим дополнять предложения теми словами, которые мы хотим дописать. Ребенок вместе чтением учится письмо. Потом идет перепутаница. Потом переходим к текстам. И вот последний вариант – это описательный текст. И дальше опять по принципу синтез, анализ, синтез, анализ, синтез, анализ. По очереди отрабатывается эта история на уровне текстов и звуковоохленного анализа. Следующая методика – это методика обучения чтению по Зайцеву. Она одна из самых популярных, нетрадиционных. С точки зрения методики плюс в том, что она позволяет генерировать звуковые особенности слова, соотносить их с звуки, с буквами на основе, получается, объемного моделирования. Каждый кубик, который соотносится со складом, то есть сочетанием согласного с гласным или отдельного гласного, отдельного согласного, он имеет разный объем, разное наполнение звуковое и разное цветовое оформление. Минус методики при этом в том, что она не соотносится с современными методиками анализа слова. И потом ребенок теряется в звукобуквенном анализе, когда идет в школу, потому что здесь принцип этого звукобуквенного анализа совершенно другой. То есть, если мы привыкли, что звук мягкий согласный, то это зеленого цвета. Если звук твердый, то это синего цвета. Здесь вот этих ассоциаций нет, наоборот, есть вещи полностью противоположные, когда зеленый обозначает звонкий звук, а не твердый или мягкий. Но есть разные варианты у Зайцева в данном случае. Вы сейчас видите набор, который накладку такую не делает, но здесь есть другая накладка на принцип слогового чтения и переноса в школе. Дети, которые привыкают к такой методике, к такой подаче материала, потом испытывают трудности в слоговом анализе слова, переносе слова с одной строчки на другую, потому что склад предполагает, что перенос может быть отдельного согласного. И второй момент противоречит второморфемному анализу, то есть пониманию того, что такое однокоренные слова, семьи и так далее. Но при этом плюсы методики тоже однозначны. И вот эти плюсы связаны с одной стороны с тем, что через кубики ребенок моделирует те слова, которые для него важны. Например, не просто читай слово суп, пюре, чай, а складывай после того, как решишь, что мы будем делать. Например, что мы приготовим куклам на обед. И вот то, что приготовим, то мы сейчас и складываем из кубиков. А то, что мы складываем из кубиков, при этом написано на специальных табличках, мы смотрим на образец, и по этому образцу выкладываем рядом кубики. С другой стороны, у Зайцева есть такой прием, как чтение и пропевание слоговых песенок и алфавита. Вы можете скачать здесь специально, дала ссылку на методику Зайцева, как это происходит. С точки зрения минусов, демонстрационные плакаты, которые висят по требованию Зайцев, должны висеть на 2 метра от ребенка и высоко, почти под потолок группы. На самом деле это сантимы нарушают. То есть висеть они должны на уровне головы детей. Либо дети должны быть настолько далеко, но при этом настолько четко видно, что вот этот уровень снимается за счет величины букв. В данном случае вы сейчас видите, что более-менее требования к величине букв соблюдены, но если делать распечатку с интернет-сайтов, то чаще всего будет с нарушением. На сайте, который я вам сбрасываю ссылку, чтобы вы послушали, как поются алфавитные песенки, как раз идет такое нарушение. Не все дети могут это освоить. Но с точки зрения плюса, очень интересные вещи, которые связаны с изучением алфавита. Только подбирайте алфавитные песенки так, чтобы не было нарушений в названии букв. Зайцев очень творчески подходил, и он некоторые буквы обзывал буквами, а некоторые звуками, или смешивая их, получается, в этих песенках. Ну, например, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, З, Е, Ё, Е, Ё, К, Л, М, Н, О, П. И вот это Ё – это не буква. То есть получается, что то, как он называет, это хорошо ложится на ритм, но при этом противоречит принципам обучения русского языка в современной школе. Ну, здесь как раз вариант такого алфавита показать сейчас не могу. Ну, и быстренько пробегаю, просто по названию методик, презентацию посмотрите. Это кубики Воскобовича среди нетрадиционных, кубики Чеплугина, тоже среди нетрадиционных, трополушарный подход к развитию речи, обучению грамоте и математике. Это прямо отдельный семинар, нужно сделать с Оголевой. Великолепная методика, которая работает и на правополушарных, и левополушарных видео. Изограф – это программа «Умники» и «Умницы» Холодовой. Ребус-метод Штернберга. Дети очень любят, уважают вот данный ребус-метод. Поэтому можно читать, получается, и через ребусы получить читать. Методика подробно описана, вы сейчас на слайде видите. Ну, и последняя методика – это морфемные кубики покорного слуги Микляева. На данный момент такие морфемные кубики ими занимается Элти Куриц. Но когда будут выпущены, к сожалению, не могу сказать. Хотя в интернете есть статьи, которые можно скачать, вы сейчас видите. Морфемные кубики – это в основном либо для продвинутых дошкольников, когда нам нужно заранее делать профилактику нарушений чтения письма в младшей школе. Получается, ребенок до этого находится в логопедической группе и отрабатывает эти навыки. Либо второй вариант – это младшая школа, когда нужно соотносить морфемные анализы грамматическое чтение. Есть такой вариант чтения для того, чтобы формировать чувство языка у детей. Кубики тоже разновеликие, разнозвуковые по оформлению, то есть они разные звуки издают. Есть легкие, есть тяжелые. Вы понимаете, что люди, потому что есть, например, морфемный принцип в основе, то самым тяжелым будет корень, самым легким будет окончание, ну, будет пустой кубик. И прозрачный кубик. Но в то же время два кубика – это приставки и суффиксы, они будут по весу одинаковые. Это словообразовательные модели, благодаря им появляются. Но при этом приставка будет похожа на окончание, она будет прозрачной, хотя будет весовой, извините. А суффикс будет больше похож на корень, потому что с ним больше спаян, и тоже определенный свой специфик имеет русском языке. Другими словами, методик много, есть из чего выбирать. И самое главное, есть под какие категории детей индивидуальный подход к детям приспособиться. Ну, на этом наш вебинар заканчивается. Я очень рада, что вы так внимательно слушали. Вопросов даже мало задавали, я их не заметила. Ну, до новых встреч. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Хорошего вам дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!